6 июня 2013 года президент Российской Федерации Владимир Путин развелся со своей женой Людмилой. И в ту же самую секунду Владимир Владимирович стал российским холостяком номер один. Тут же появилось огромное количество слухов о любовницах российского президента и даже о его внебрачных детях. И это неудивительно, ведь Владимира Путина многие женщины считают эталоном мужчины и не против приписать себе с ним роман. Ну, если раньше это были просто кокетливые взгляды, то после того, как место второй половины российского лидера оказалось вакантным, дамы пошли в открытое наступление. Конечно, достоверной информации о том, с кем спит Владимир Путин, нет и быть не может. Есть только череда слухов, сплетен и домыслов, о самых достоверных из них мы и поговорим в этом ролике. Но перед тем, как приоткрыть завесу тайны, которая покрывает личную жизнь российского президента, не забудьте подписаться на наш канал. Впереди вас ждет еще много интересного. И начнем мы с самой известной по слухам, разумеется, любовницы Путина. Ею стала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, депутат Государственной думы и просто красавица Алина Кабаева. Хотя еще до появления Кабаевой Путину приписывали роман еще с одной олимпийской чемпионкой. Ею была российская синхронистка Ася Давыдова. Причем поводом для массовых слухов стала такая, казалось бы, невинная вещь, как простой танец. Правда, на тур вальса красавицу-спортсменку Владимир Путин неожиданно пригласил на официальном приеме, протокольная часть которого танцев не предполагала. Естественно, служба протокола закрыла глаза на такое нарушение регламента. Чего нельзя сказать о широкой общественности, которая тут же приписала Асе Давыдовой и Владимиру Путину жаркий роман. Но то, как говорится, дела давно минувших дней. Ася Давыдова уже давно вышла замуж и в продолжении общения с российским президентом замечена не была. Поэтому вернемся к Алине Кабаевой. Впервые о связи президента с Алиной написала газета «Московский корреспондент» в 2008 году. По их утверждению, уже тогда Путин подумывал о разводе с женой и собирался узаконить отношения с Кабаевой, которая моложе его на 30 лет. Российское телевидение не стало подхватывать эту информацию и нести ее в широкие массы. Видимо, уже тогда существовали четкие рамки в подборе информации. Свидетельством этому служит тот факт, что совсем скоро газету «Московский корреспондент» закрыли, объясняя это якобы нерентабельностью издательства. Это стало косвенным предупреждением для всех масс-медиа. На личную жизнь президента Российской Федерации было наложено табу. Похоже на то, что Владимир Путин однозначно дал понять, что его личная жизнь – это тайна за семью замками. Но эту информацию тут же подхватили западные СМИ и пользователи сети интернет. Тут же появились снимки, стали ходить слухи. Одним словом, новость стала вирусной. Пользователи сети интернет разбились на два лагеря. Одни стали яро защищать жену президента Людмилу, другие стали поддерживать выбор президента, восхищаясь восточной красотой Кабаевой. Не успели еще остыть обсуждения вокруг новости о разводе, как западные масс-медиа подлили масло в огонь. В 2009 году американский ежедневник New York Post публикует, что Алина Кабаева родила Владимиру Путину внебрачного сына. Интернет-пользователи тут же активизировались, и в самом скором времени в сети появились фото, на котором Алина держит на руках светловолосого мальчика. Пользователи сети тут же усмотрели некое сходство ребенка с Путиным. Сама Алина попыталась опровергнуть эту догадку, дав понять, что этот малыш – ее родной племянник. Но это не остановило обсуждений, а только подогрело их. В марте 2015 года швейцарская газета «Блик» опубликовала материал о том, что причиной исчезновения Владимира Путина с экранов стала именно новость о рождении внебрачного сына от бывшей гимнастки. И что своим молчанием об этой ситуации Владимир Владимирович только подтверждает все слухи. Ведь, как говорится, молчание – знак согласия. Есть еще один косвенный признак того, что российский лидер явно неравнодушен к восточной красавице. Это подтверждает один из московских полицейских, который в беседе со СМИ рассказал, что когда Алина Кабаева едет на автомобиле, для нее перекрывают движение на дороге. Из всего этого можно сделать только один вывод – что дыма без огня не бывает. Однако Кабаева далеко не единственная дама, которой народная молва приписывает роман с Путиным. Правда, стоит отметить, что в своих нынешних предполагаемых отношениях Владимир Владимирович проявляет куда большую осторожность, так что информации о ней крайне мало. Но несмотря на старания всемогущего ФСО, некоторые интимные подробности все-таки стали достоянием общественности. И первая из них относится к девушке по имени Яна Лапикова. В прошлом модель мужских журналов Яна обладает великолепными внешними данными. Идеальная фигура девушки выражается в параметрах 88, 60 на 94 и дополняется длинными темными волосами и поистине чарующим взглядом черных глаз. Казалось бы, при таких внешних данных сам Бог велел девушке продолжить карьеру модели. Как вдруг она решила перейти, если можно так выразиться, на другую сторону объектива и стать фотографом. Именно это и породило волну слухов о том, что Лапикова новая фаворитка российского президента. Дело в том, что Яна стала не просто фотографом, а личным фотографом Путина. Который, а точнее которая, кроме всего прочего, сопровождает его практически во всех поездках. Учитывая внешние данные красавицы, многие усомнились в ее профессиональной квалификации. И предположили, что на роль президентского фотографа явно были и более опытные кандидаты. Правда, существует и другая версия, согласно которой приближение эффектной Лапиковой стало лишь отвлекающим маневром, призванным искрыть истинные любовные пристрастия российского президента. К одному из которых относится и знакомство Владимира Путина с Алисой Харчевой, которое, к слову сказать, тоже произошло благодаря фотографии. А точнее календарю, который студентка журфака МГУ презентовала Владимиру Владимировичу на Новый год. Это, казалось бы, невинный подарок был украшен слегка двусмысленными фотографиями самой Алисы. Ну а подписи к снимкам были и вовсе откровенными. В результате Харчева удостоилась аудиенции у российского президента. Что именно происходило на этой встрече доподлинно, неизвестно. Однако мы точно знаем, что произошло вскоре после ее окончания. Алиса Харчева получила в подарок роскошную трехкомнатную квартиру в самом центре Москвы. Хотя и не исключено, что такой щедрый подарок был сделан девушке в рамках какой-нибудь государственной программы помощи молодым журналистам. Если о Яне Лапиковой и Алисе Харчевой широкая публика осведомлена достаточно мало, то имя следующей девушки, которой приписывают роман с Владимиром Путиным, прогремело буквально на весь мир. Речь идет о провалившейся российской шпионке Анне Чапман. Владимир Владимирович неоднократно встречался со своей коллегой по цеху, если так можно выразиться, принимая во внимание службу российского президента в разведке. Правда, все эти встречи носили, как утверждают, исключительно рабочий характер. Огненно-рыжие волосы современной Мата Хари все же стали поводом для досужих разговоров. Главным аргументом, на который ссылались сторонники версии романа между Чапман и Путиным, стало назначение Анны на должность консультанта в один из ведущих российских банков. Размер заработной платы за весьма непыльную работу, а также не просто внушительный, а очень внушительный соцпакет и стали поводом для слухов о том, что Чапман – новая любовница Владимира Владимировича. Но, пожалуй, самый странный роман из всех приписываемых российскому президенту – это его предполагаемая связь с Натальей Рогозиной. В сентябре 2015 года мировые СМИ буквально взорвались слухами о том, что сексуальная боксерша Наталья Рогозина по кличке Кувалда стала новой любовницей Путина. Слухи поползли после того, как на прошлой неделе этих двоих видели вместе в Сочи на турнире по боевому самбо. На снимке, которую опубликовал официальный Кремль, 39-летняя Рогозина в облегающем синем платье сидит рядом с президентом России и взирает на него с восхищенной улыбкой. Но, как мы уже говорили в начале этого ролика, ни одного достоверного доказательства связи Владимира Путина ни с одной из упомянутых женщин нет. Хотя даже если бы они и были, то что в этом такого? Российский президент – мужчина холостой, и наличие у него сексапильной подруги никак не портит его рейтинг. Наоборот, в глазах большинства российских мужчин подобный факт только добавляет баллов нашему президенту. Так что, если даже некоторые из перечисленных фактов правда, особенно учитывая внешние данные фигуранта к нашего импровизированного расследования, нам остается сказать только одно. Так держать, Владимир Владимирович.